Кобитогома, Миннесота, 25 миль до границы Канады. Здесь начинается машина, охота на рыбу. Кебины. Но эти буржуазные замашки не для нас. Мы в следующие 5 дней будем ночевать в палатках вон на тех островах. Начинаем нашу переправу на остров. Покидаем причал, направляемся в сторону острова. Продолжение следует... Проверяем глубину и дальше. Ок, четыре! Четыре хита! Всё, кидай! Установка второй сети. Главное, я сейчас дистанцию делаю. 50 вид есть. Давай, кидай! Не перепуталась? Прекрасный остров. Красивейшее озеро Кобедогово. Огромное, чистое. Мы разбили себе, так сказать, лагерь. Это палатка, в которой мы будем жить пять дней. Коля, вот смотри! Это наша кухня. Мы к ней ещё обратимся позже. Вот здесь стоят такие интересные ящички с такой хитрой закрывательной системой. Это чтобы прятать еду от медведей. Оказывается, местный рыбнадзор нам сказал, что на этом острове не мы одни будем ночевать сегодня. Ещё, как минимум, будет три медведя с нами. Но они где-то на другой стороне острова. В ту сторону. И мы, уже приехав сюда, нашли их следы. Медведь шёл вот туда. Мы можем найти его большие лапы вот здесь. Вот. Там немножко их замело. Кое-где видно, вот дальше. Вот. И он как туда пошёл. Приходил нас на вид. Очень холодно. Но уже у нас есть свой костёр. Который мы начинаем разжигать. И практически всё готово для ночлега. Ну-ка посмотрим, как мы там основались. Здрасте. После трудового дня пьём чаёк. Тимофей Степанович, как вам? Вот мы жарим тут пирожки с маком и пьём чай. С мёдом. С мёдом. Вот такая вот наша кухонька внутри. Первая ночь. Готовимся ко сну. Моя кровать. Тимофей Степанович. Двойные носки готовит себе. Это самообороны. Но у нас очень тепло, потому что палатка двойная. И у нас работает хитр. Очень уютно и просторно. Хотя аутсайд на улице минусовая температура. Доброе утро. Вот мы проснулись и собираемся выезжать за рыбой. Проверять сети. Наш утренний кемп. Солнце взошло, посветлело. Теперь мы можем отправляться за рыбой. Красота неописуемая. Воздух чистейший. Морозный, чистый воздух. Бригада собирается уже на лодку. Идем. 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 Отправа. Идем. Вверху. Островок. Коих тут очень много. Извините. Сильно качаю борт. Самый на воде. Практически. Чувство шикарнейшее. Холодно, правда. Но хочется ехать и ехать. Бобка, это правда? Я правда. Худни и едем. Просто чувствуальное чувство. Вот за эти чувства люди платят ошаренные деньги, чтобы поехать где-то к морю и что-то почувствовать. А здесь шикарно просто. Вот это не белая рыба, это первая попалась в тулупе. Вторая сеть. Попалась в этот раз и опять очень много почему-то тулупей. А что такое? Попылок почему? Попылок почему? Рыбы очень много и опять тулупи. Рыбу такую мы конечно должны выпускать. Рыбу такую мы конечно должны выпускать. Потому что она нелегальная. После рыбалки мы естественно славненько пообедали. Естественно с рыбой. Ну и все что к этому прилагается. И перенесли нашу кухню вот сюда. Как сказать с видом на озеро. Для прекрасного вида. Которым мы наслаждаемся. Давайте посмотрим что там происходит. Добрый день мужики. Добрый день. И что мы тут делаем? Я думал это вы меня ждете чтоб я вам рыбу помогал чистить. Красавчик. Вот и сюда складываем. Вот это и есть белая рыба. Она больше чем тулупи. В два, три, а то и более раз. Очень похоже кстати. Умм. Ну зайдем. Тут наполовину берег как бы сказать. Наполовину водичка. Это вроде система. Ага. И прям моем рыбу. Можно сказать в озере. Вот. Если надо мы включаем тепло. Да. Комфортные условия. Если надо включаем тепло. Стол с железной металлической сеточкой. Чешуят. Все туда уходит. И там у нас это все подбирают. Подбирают эти орлы. И вот эти как они называются. Выдры. Видимо раздается по плеву. Здесь. Там славы есть. Пятый ветер. Икра есть? Нет. Отлично. Куда вы ее складываете? Где ведро. Ну-ка, Вовка, займись-ка этим умолом. Полон икры. Икру мы собираем бедрами, поэтому мы надеемся это бедро до конца рыбалки забить этой вот икрой. В прошлом году забили, думаю в этом году мы повторим рекорд.